Итак, я открываю файл Эджинса. В нем много транслита, соответственно, диакритик, и мало Деванагри. Следовательно, Деванагри мы просто пожертвуем. Его якобы нет. Итак, значит, что важно? Важно обучить правильно эталон. Ибо по умолчанию, конечно, ни в русском языке, ни в английском нет необходимых диакритик. Поэтому я пошел на хитрость. Во-первых, конечно, русский придется убрать. Соответственно, возьмем выбор языков. Русский убирать, английский. Возьмем санскрит и английский. Что такое санскрит? Это искусственно созданный мною шаблон. Сейчас покажу. Английский со словарной поддержкой. Так, русский отсюда убираем, чтобы меньше мусора получалось. Так, значит, пользовательские языки. Я создал новые, соответственно, свойства. Посмотрим. Так, на основе базы, значит, на основе латышского языка я сюда скопировал все возможные и невозможные буквы. Тут даже некоторые не отображаются. Неважно, там с ударениями. В общем, тут есть все, что необходимо. И для каждой из них, соответственно, я подбирал, как оно реально в книге выглядит. Это самое главное. То есть просто ввести сюда список, это еще ничего не значит. Значит, вот, значит, стройные слова, окей. Значит, ну, собственно, в общем, это искусственно созданное мною шаблон. Так. Можно экспортировать. Дополнительно, дополнительно. Нет, тут вроде ничего интересного нету. Окей. 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 Сервис настройки. Распознать. Так. Пользователь скейталонный, пользователь скейталонный. Редактор скейталонов. Редактировать. Пустой. Так, ладно, тогда загрузим то, что у меня уже есть. В данном виде изменим. Так. И загрузим то, что у меня уже есть. Так. Не хочет он его видеть. ФБТ, ФБТ. А, это более, получается, новый стандарт, потому что то, что я раньше делал, было в ПБТ. Он был в... Было в... На горе, на горе. Было в ПТН, а теперь надо в ФБТ. Понятно, формат все-таки раз в 10 лет меняется. Так, ладно. Ну, не важно. Итак, значит. Использовать только... Использовать стройные пользовательские скейталоны. Тщательное распознавание. П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. Так, скейт, вот здесь скейт. Надо сказать, чтобы он, в общем, сейчас обучался. Я забыл, где это настройка. Да, значит, ФБТ. Потом мы получим ФБТ, который можно экспортировать. А, так, распознавать с обучением. Все, вот галочка стоит. Теперь, чтобы немного не бегать. То есть, если подряд распознавать все, тогда FineReader много времени тратит на уже то, что он умеет. И он по 500 раз будет распознавать ту же А долгую, чтобы еще один образ ее получить. Чтобы не тратить время, надо выбрать те отрезки, где пристальное наибольшее разнообразие букв несколько раз в разных вариациях прогнать. И все, не надо заниматься ерундой. Итак, выбираем, например, этот блок. И распознать. Так, куда ты поехал? Так, хорошо. Точка. Ну, обучить, хорошо. Обучить. Главное, когда он предлагает эти варианты, не соглашаться на чепуху, которую он будет предлагать. Иначе получится очень много чепухи. Так, главное, тут все просто. И он не всегда будет хотеть брать эти куски, поэтому ему просто придется иногда насиловать. Вот, например, здесь он увидел начало, посчитал, что это джей. Никак не... Это не джей. Соответственно, надо здесь ему показать. Ага, все. Не хочет он его распознавать. Тогда я беру и, например, со своего текстового файла копирую, что это такое. Обучить. Все. И это сохранилось в эталоне. И в паре он будет узнавать. Если каждую букву, хотя бы раз, два, три, ему дать, он уже... Ну, здесь чистый скан, крупные буквы, мусора. Нет, он не будет путать. Здесь, на самом деле, простой случай распознавания. Ага, перескочил через А долгую. Молодец. Ну, вот именно поэтому ему надо бить и составлять, и давать именно те куски, которые нужны, потому что то, что реально сложно, он перескакивает. Ну, вот уже Хе опознал правильно. Эти простые случаи вообще можно даже пропускать, но вот. Все-таки, значит, умный может, когда хочет обучить. Вот, это важно. То есть, видите, ошибок, собственно, и нету, кроме тех сложных случаев, в которых он сам перепрыгивает. Вот, да, отлично. Ну, то есть, здесь идет весело, быстро, хотя не представлены все буквы. То есть, надо будет поискать место, где больше разнообразия. Не только А долгая и висоргна. То есть, надо, чтобы было как можно меньше простых случаев, чтобы на них не тратить время. Так, ну, вот R слоговую краткую он тоже не видит. Но, подсунув разом в другую, он уже будет ее распознавать. Сам механизм распознавания не менялся. Версия FineReader не имеет значения. Он уже 100 лет работает именно в таком виде. Ну, нет, 20-й, 12-й FineReader. Ну, вот зачем он гонять одни и те же простые буквы. Но, в общем, тупенький алгоритм, конечно. Но это лучшее, что есть. Стальной ушел. Все, на этой странице он все распознал. Точнее, в том блоке, который я ему дал. Но вот, надо найти что-нибудь поинтереснее, где разнообразие. Может быть, где-то алфавит представлен полностью. Так, смотрим. Ну, вот, в общем, издавна гори пойдет насморком. Ну, вот, уже поинтереснее. Ну, я же ему не буду давать. Ну, зачем вот это самое в чупаху он ловит. Ну, вот. РС логовую, хотя уже видел, а дважды не распознает. Не хочет. Заставим. РС логовую долгую он еще ни разу не видел. Ну, хорошо, что л у нас не самая часто встречаемая буква в санскрите. Да, ну вот. Это было неплохо. Смотрим, где дальше. Областные, согласные. В общем, все эти точки под он прекрасно распознает, если ему их скормить. Что церебральные, что слоговые. Все он может. Надо просто часик-другой с ним посидеть. Вот таким способом. И все получится. Видите, единичка перепуталась с L. То есть, если ему сказать, что окей, окей, обучать, обучать, потом такая чепуха получится. Обучить. Мусор. Ну вот. Большую В. Хочет как маленькую. Распознать. Так, кажется, там я видел Кэ, я сказал ерунду, но нормального способа вернуться тут и нет. Так, он видит, значит, не большую, как в латышком, но нам она, если бы совсем деваться было бы некуда, можно было бы и так сказать, но тут вполне можно ему подсунуть ровно то, что нам надо. Нет необходимости мучиться потом, что-то с чем-то заменять. Вот. Ну, собственно, вот такой вот копипаст. Есть у нас с N точкой NAD. Есть. Ну, а почему он перепрыгивает через ADOM? Ну, не нравится. Ну, вот. Растянули и сразу распознал правильно сам. У Долгу сам правильно распознал. Хотя мы еще не показывали ему. И уже церебральную Т сразу распознают. Может, если хочется. Да, он еще не видел. Ну, собственно, надо убедиться, что каждая, и большая, и маленькая, чтобы ему было хотя бы разок скормлено. Ну, это бывает не так просто. Ну, можно. Подобрать такие отрывки. Ну, если кто-то опять. Ну, конечно. Ну, конечно. так смотрим шаблон настройки за авторе талонов что видно все что мы сохранились если здесь заведомо прошел мусор и просто можно удалить посмотрим искать ну вот я точно помню что раза два я ошибался нажимал ну вот пример мусора лучше удалить с греха подальше все этот сохранить файл переслать алексеев ну собственно вот режим распознавания с обучением подряд все страницы этом режиме не надо распознавать это смерть но выбрать конкретные булочки ему которые скармливаем это вполне себе даже можно ну в общем есть чем повозиться но на самом деле задача не такая и большая собственно вот как бы я сделал а потом потом запускаем распознавать и он просто подряд все распознать то есть чтобы убрать те облачки которые у нас были для обучения мы просто выделяем все страницы control а страница удалить все обе области области текст ok и и потом жмем распознать получим чистый нормальный слой и сохраняем в педаев и сохраняем потом отдельно в варде всякий случай в варде сохраняем с частичным точнее не точной копии а скорее форматированный текст потому что иначе будет много мусора много мусора будет так на общем лучше по моему не простой текст не просто голый текст наверно а все таки форматированный текст вот пожалуй все это то как я работаю с файн-ридером для распознавания санскритского транслита для распознавания деванагри используют программы санскрит ocr от оливера хельвига спасибо